Сегодня участники научно-практического семинара о важных и сложных вопросах репродуктивного здоровья женщины говорили в неофициальной обстановке и с неформальной подачей. Врачи провели интеллектуальную игру. Завтра же в день открытия восьмого по счету конгресса им предстоит обсуждать сложные клинические случаи, в том числе вопросы планирования беременности, снижения числа абортов, ЭКО, бесплодного брака, неонатологии, здоровья девочек-подростков. Такой ежегодный съезд специалистов считается чуть ли не единственным событием в области акушерства и гинекологии, где предоставляется возможность для обмена опытом и знаний. Приезжают на сочинский семинар со всей страны, от Калининграда до Владивостока. И только здесь эксперты могут говорить о версиях и контроверсиях, подчеркивают участники конгресса. Не обойдется и без обсуждения эстетической гинекологии. Также будет много открытий, новинок и информации о высококлассных достижениях. Что-то новое по диагностике заболеваний, по особенностям лабораторной диагностики, по особенностям выбора терапии. Мы все больше сейчас представляем такую персонализацию в медицине. То есть не следование таким грубым стандартам предназначения лечения. А все больше докладов – это клинические портреты конкретных пациенток, чтобы врач мог увести с собой именно тот опыт, фактически то, о чем мы говорим между собой в ординаторской. Традиционное вручение премии «Репродуктивное завтра России» состоится на сцене зимнего театра. Продлится форум до 8 сентября.